Долучим до нашего эфира черевну Марию Максанкову, оперную спевачку, педагога, экс-депутата Думы Блогера. Мария, добрый вечер, рады вас бачить. Взаимно, я також рада вас бачить и я витаю всю нашу аудиторию. Я прощу вас с нами. Спасибо, что всегда находите для нас время. Мария, ну знаете, я хотел начать на самом деле с того, как продолжает вот эта дикая информационная кампания, которая призвана не просто уличать там Украину в каких-то террористических атаках в Крокус-Сити-Холл, но доказать абсолютную причастность нашей страны, неонацистов и бандеровцев, которые там только не хватает визитки Яроша, которые все это сделали. Но позвольте несколько позже я к этой теме вернусь, потому что сейчас получается так, что в России в отдельных регионах, особенно в тех, которые там затопило дома, выходят люди, и они бунтуют, и мы сейчас наблюдаем кадры, мы наблюдаем видео, фрагменты того, как они выходят и просто буквально требуют от Путина, они уже к Путину обращаются, каким-то образом повлиять на ситуацию. Они уже уничтожили информационного министра чрезвычайных ситуаций, они, простите, пожалуйста, посылают буквально вслед за русским военным кораблем губернатора местную власть, а губернатор говорит, слушайте, у меня отпуск, вы, пожалуйста, телефоны уберите и не снимайте здесь ничего. Ну, в общем, там мы наблюдаем некую активность. И вот то, что произошло с этой дамбой, да, с затоплением этих домов, оно вывело людей на эти улицы. Вы видите какую-то перспективу в этом, в этом протесте, в бунте, не знаю? Видите, у них постоянно происходят какие-то такие события, свидетельствующие об амортизации, износе, тотальной коррупции. Ну, давайте начнем с того, что сначала они чуть было не замерзли и даже шутили, что генерал Мороз оказался для Путина непреодолимым препятствием. То есть буквально в Подмосковье, причем назначил туда Путин какого-то своего дальнего родственника. И вот из-за того, что именно на том заводе, где очевидно расписался, собственно, бездарности этот ставленник, произошла авария, которая потянула за собой каким-то просто принципом домино весь этот амортизированный и коррумпированный сектор. Ведь понимаете, в чем дело? На каком уровне глубины, какую трубу, кто когда закопал, это на бумаге одно, а в действительности может быть что-то совершенно другим. И вот именно эти объемы коррупции до такой степени, ну, уже, наверное, весь путинский срок вот этого бесконечного правления только усугублялся. И поэтому, конечно, неудивительно, что там это все началось. Сейчас очередная вот подобная история, как раз когда власть расписывается в своей бездарности, некомпетентности. Предположить можно, что, ну, вот, дескать, нужна была вот эта дамба, судя по всему. Они ее строили. Она сравнительно новая. Но, вероятно, даже советские аналоги каких-то там дремучих периодов и то, несмотря на бездарное хозяйствование, все-таки тогда строились добротнее, поэтому стоят дольше, чем их новострои. И получается, что, значит, откатили тому, кто принимал решения в Москве, потом тому, кто... Ну, и так далее. И все по цепочке. И вот вопрос большой, какое количество денег реально было потрачено. Кто-то рассказывает, что, дескать, там еще, значит, какие-то люди приходили за землей, что там периодически там себе куда-то там забирали какие-то там, значит, накапывали ведра. Но, как ни крути, в любом случае это, конечно, раздражает. Раздражает. Они причинно-следственные связи, может, и не очень продумывают. Но, тем не менее, они понимают, что вот коллапс. Наступает коллапс ЖКХ, коллапс вот этой инфраструктуры, коллапс всяких там объектов, которые с помпой открываются или про которые постоянно говорят навязчиво, которые указываются в каких-то там цифрах и отчетах. А по факту происходят, ну, в общем-то, стихийные бедствия. Именно по причине бездарности власти, которая, замечу, не сменяется уже 25 лет. Поэтому сказать, что кто-то виноват в их неприятностях, другой, невозможно. Очевидно совершенно, что это кропотливо подобранные коррупционеры Путиным, просто-таки на вот этих людоедских весах взвешенные по принципу достаточной вот этой своей агрессивности, одновременно лояльности Путину, обскурентности, вот этого врагобесия, всего этого. Вот по этому принципу долго отбирали, отобрали. И вот это все 25 лет никто другой участия в этом не принимал. Не то что, а всех остальных отмели вообще так, чтобы вообще на расстоянии, я не знаю, там километровые никто не мог подступиться близко к этому всему. Это тотальная монополия. Это такой, просто вот в худшем понимании слова госплан, картель, я бы так это назвала. Это такой картель, который там заправляет, такие воротила, которые всех отстранили от этого, но, тем не менее, сами демонстрируют тотальную управленческую бездарность. Ну вот теперь большой вопрос. Значит, вы, кстати, начали вот с того, что произошло в Крокусе. Ведь заметьте, что людей в основном возмущало опять-таки бездействие. То есть то, что произошедшему никто не оказывал сопротивления. Где была-то хваленая их вот эта вся селовка с раздутыми штатами, с колоссальными бюджетами и так далее. То есть они все час не подступались, только уже утвердившись в том, что никакой опасности, угрозы им там больше нет, только тогда они решились приблизиться к этому объекту. Соответственно, тут то же самое. То есть везде и со всех сторон. А теперь по поводу того, как они рассказывают и что они там пытаются кому приписать свои неприятности. То есть постоянно же нужно рассказывать, что в лифте там или где еще... А, кстати, про лифты. То, когда я сказала про коллапсы из ЖКХ, который... Который, этот коллапс, коллапс, он предрекался. Они планировали, они знали. Они знали, что вот в результате всех их вот этих вот действий, этого воровства тотального, будет коллапс. Но они думали, что в 26-м году. Вот видите, их прогнозы оказались слишком оптимистичными. Коллапс наступил куда раньше. И поэтому это будет носить, конечно же, такой вот стихийный, волнообразный, лавинообразный характер. И по большому счету у них и лифты вот эти, которые там в употреблении, там, по-моему, подсчитали около 60%. Ну, что такое, больше половины уже требуют замены, кое-какие опоздали с капитальным ремонтом. То есть это еще и лифтопад может начаться в любой момент. Причем тоже неизвестно. Притом, знаете, такая информация, как правило, она, так, знаете, вытесняется из информационного пространства, чтобы поменьше людей узнавало. Ну, лифт, может быть, слишком локально, может, это уже происходит, мы просто об этом ничего не знаем. Но тут уже, понимаете, затопило, значит, целые там города и села. И, кстати, еще какая-то одна там река тоже вышла из берегов. То есть пока этому процессу вот с затоплением еще оно даже не достигло пика. Это только пока еще набор. То есть это еще пока идет в сторону того же непонятно, сколько областей вообще, куда эвакуировать. То есть это, в принципе, стихийное бедствие, которое является следствием вот этого самого коллапса, о котором я вам говорю. Но им хочется все время найти кто-то, не они 25 лет, которые у руля, А кто-то должен быть виноват во всех их неприятностях. Вот кто-то с другого континента. Это вообще желательно. Это самый оптимальный вариант. Это даже в их каких-то там, в кого-то из сатириков, по-моему, А это как же Живанецкий, по-моему, говорил, как выгодно иметь себе этому Советскому Союзу или России Америку врагом. По той причине, что, во-первых, далеко и надежно, по той причине, что говорить можно все, что угодно, Америка об этом даже, скорее всего, не узнает. Но это было. Раньше, сейчас, конечно, Америка знает о том, что они распоясались окончательно. Реагируют, конечно, слабовато. А вот теперь по поводу того, как и кого они назначают ответственными и как они пытаются обвинять весь мир или перекладывать эту ответственность с себя, при том, что они, еще раз подчеркну, 25 лет бессменно этим всем заправляют. Когда были взрывы домов, вот эти, в 99-м году, сначала два дома в Москве, потом Буйнакск, Колгодонск, и далее бдительные жильцы дома в Рязани обнаружили, что их уже, значит, вовсю там обложили мешками со взрывчаткой, но вот они успели сориентироваться, значит, успели это все вытащить из подвала. Конечно же, там люди в состоянии были отличить сахарный песок от взрывчатки. Тем не менее, когда следствие пошло слишком быстро и что-то там начало устанавливать, то для того, чтобы весь этот процесс прервать, не кто-то другой, а конкретно Патрушев. Вот тогда, наверное, российский народ впервые познакомился с этим, еще тогда начинающим упырем, когда он вышел, не постеснялся в эфир и заявил, что да, дескать, этим всем заняты они, что, дескать, этим всем заняты ФСБ, но представьте себе это учение, а в мешках сахарный песок. Вот понимаете, такой газлайтинг. То есть вот, ну, предположим, я, конечно, понимаю, что там многое что-то было у них уже тогда подконтрольно, они это замяли, но самое примечательное во всей этой истории, что ее засекретили до 2060 года. Вот что самое примечательное во всем том, о чем я вам сейчас рассказываю, и поэтому очень многие такие вот характерные признаки того, что произошло тогда, вот этот почерк, он как-то снова проявился, как мне кажется. Другое дело, что желание создавать управляемый хаос и назначать или там перенаправлять, как им кажется, там, недовольство или народный гнев туда, куда они считают нужным, ну, по Геббельсу. Чем страшнее ложь, тем, с их точки зрения, кажется, тем чаще надо повторять, чтобы в нее лучше поверили. Но мне это как раз больше напоминает монолог Хазанова про правоохранительные органы, когда он говорил, как же, как же, все есть и свидетели, и показания, и, значит, и эти самые отпечатки пальцев, все есть, но доказать ничего не можем. Хотя знаем, все знаем, и имена, и фамилии, и в лицо всех знаем. Да что я вам рассказываю, вы их и сами все тоже прекрасно знаете. Ну, это про, соответственно, коррупцию в тогда милиции или полиции, в общем, в правоохранительных органах. Ну, в общем, здесь, мне кажется, сразу, вот, знаете, мы сейчас наблюдаем такое, такие две тенденции. Они какое-то время шли навстречу друг другу, и в какой-то момент вот произошло это, знаете ли, даже не, как это сказать, столкновение. То есть, с одной стороны, их тотальная безграмотность абсолютно во всем, топорность, методы, практики КГБшные исключительно репрессивного характера. То есть, сначала убить любую конкуренцию, завладеть всем этим мафиозным типом управления, картельным таким, организовать монополии, и, в конце концов, даже в этой среде, вне конкуренции, не то, что не справиться, а расписаться в своей беспомощности, тотальной бездарности, коррупции. Это вот мы наблюдаем с точки зрения их всей этой системы ЖКХ, то есть, всего этого коммунального хозяйства, их инфраструктурных объектов, этих всяких проектов, вот этой маниловщины, то, что они рисуют, рассказывают, а по факту это вот сплошь такие же самые дырявые насквозь или разграбленные на этапах строительства, как вот эта дамба и такие же остальные все на бумаге, только отчеты. Ну и, с другой стороны, они, конечно, большие любители создания, им кажется, что они в состоянии вот этот управляемый хаос создать, но они, учитывая, еще раз, они даже не могут справиться с лифтами, с трубами, с канализацией, у них нету сортиров, у третьей, у 30% населения, они возмущаются периодически, там пропаганда, про какие-то гендерно-нейтральные якобы там туалеты, где-то они их увидели в Европе. Я хочу спросить, а вот эта выгребная яма, вот эта дыра во дворе, она какая там у них, гендерно-нейтральная, или все-таки есть различия, и две нужно дыры рыть по две стороны от вот этого забытого богом участка. Ну, в общем, вот в таком вот виде они живут, погружаясь уже не в средневековье, а буквально в каменный век, в чем, конечно, ну, сейчас еще об этом поговорим, в чем, конечно, надо помочь, то есть, раз они так рвутся к этому, если почитать последние делирии путинского Дугина, Дугина, у него есть две пассии, это Дугин и Ралдугин. Вот, да, значит, я иногда даже, получается, какой-то каламбур, знаете, когда говоришь, что вот Путин с Ралдугиным ездили по заснеженному Ленинграду, когда тот его возил на Запорожье с глушителем и нежно согревал его, значит, эти руки музыканта, меланчелиста, вот, видимо, дыханием и придыханием. Ну, вот, значит, второй такой же, только не знаю, сколько оплачивается второму с более короткой фамилией. Первому-то, конечно, Путин с барского плеча подарил целый офшор на два миллиарда долларов, а потом еще и до музыки, такой Северный Версаль, в самом центре Санкт-Петербурга. Ну, теперь, конечно, кстати, он еще объявил тут какой-то, значит, что надо возобновить конкурс «А ну-ка, девушки!». Вот мне кажется, что ему бы как раз надо было сказать «А ну-ка, дедушки!» и адресовать это все, эти все призывы и лозунги как раз своему любимому Ралдугину. Вот, ну, в общем, тот дедушка, значит, разглядывает афиши, и не только, там ему ублажают слух, взор, а может, что-то еще юноши, которые вот с этих афиш красуются, с разными инструментами. Ну, а что касается вот этого второго, с более короткой фамилией, то тот периодически вот эти свои делирии публикует, и вот из них мы, значит, узнаем, что, в принципе, он уже и предрекает такое, значит, кочевое состояние большинству, что, дескать, они будут такими каликами, какими-то там путешествующими, вот, и что якобы, значит, в этом и он узрел силу и действенность их вот этих скреп, то есть в тотальной нищете, куда он, видимо, уже, так сказать, готовит этот народ, который прежде, с его же слов, должен был запастись мхом или шайником. Вот теперь он, значит, советует, видимо, еще и посухом и сумой обзавестись, потому что, судя по всему, из домов-то Путин всех повагоняет. Ну, а как? Значит, разобрался, казалось бы, с кошельками, то есть уверенно победил бедность, они все скатились в нищету. Теперь, соответственно, бедность – это как бы только желаемое, но недостижимое. Теперь вот, находясь в нищете, бездомные, значит, с этими наводнениями, полностью поглотившими их даже вот это жалкое довольно существование с гендерно-нейтральной ямой посреди огорода, вот, и при том без газификации, страна, которая торговала до недавнего, ну, до санкций газом, значит, она теперь лишена большей части этого рынка, так как она сама решила заморозить Европу. Ну, понятное дело, что нашлись, оказывается, альтернативные способы, где бы добыть газ, и гораздо больше, лучше и дешевле, поэтому вот теперь они остались наедине со своим газом. Вот, но, что самое интересное, даже это не побудило их к газификации собственной территории, да и, в принципе, зачем стараться, если ее, в общем-то, только вот-вот одну часть затопит, другая еще что-то случится и так далее. То есть на фоне этих катаклизмов, которые, в общем-то, носят все их, именно что рукотворный по бездарности управленческий характер, то есть это все то, чего могло бы не быть, потому что, ну как, можно строить надежнее и лучше, не воровать, не заниматься коррупцией, не грабить в таком количестве, назначать профессионалов, а не лояльных упырей. Но нет, не для этого существует система вместе с репрессиями, а как раз ровно для того, чтобы грабить народ, который вот-вот, судя по пророчествам этого Дугина, скоро по миру пойдет, в прямом смысле слова, но ограниченной, конечно, одной восьмой суши в неблагоприятном климате, и поэтому уж не знаю, далеко ли можно по таким вот просторам добрести. Что вы еще упомянули? А, ну да, я хотела еще сказать по поводу управляемого хаоса. Хотела сказать, что при этом, при всем, они еще имеют наглость, то есть мало того, что с этими, с этими, ну, пойманными на белорусской, подчеркну, границе, таджиками, я уже не буду сейчас обсуждать, как с ними обращались, что они, не приходя в сознание, оказывается, признались во всем, значит, что им отрезали, кто что съел. Вот это даже я, это самое, не хочу сейчас в это вдаваться, это и так все видели и помнят, но просто поразительно другое, поразительно, что с ними рассчитались в рублях, что перевели им деньги на карточку мира, это все тоже было, ну вот по какой-то непонятной прыти, кто-то успел вот дорасследоваться, то, что я вам сказала про Хазанова и про то, что засекречены взрывы домов до 2060 года, вот мне кажется, что тоже слишком много становится известно, ну, прям-то невдомек, что коммуникации даже в их репрессированных вот этих зонах, они все равно какие-никакие есть, уже прогресс какой-то произошел, поэтому все равно люди успевают как-то делиться информацией, то, что в 1999 году, значит, Патрушеву удалось засекретить, но сейчас, наверное, с этим посложнее, ну и еще хочется сказать, что, ко всему прочему, больше всех, по-моему, они удивили террористов из ИГИЛ-К, которых они просто, так сказать, ну, проигнорировали, проигнорировали то, что эти террористы взяли на себя произошедшее, то есть это террорист в Крокусе, то, что вообще-то этим не хотели Путину напомнить о том, какие зверства он творил в Сирии, скольких миллионы, опять-таки, лишенных крова, лишенных жизней, сколько убитых, ковровые бомбардировки, стертые с лица земли город Алеппо, вот за что ему приходят эти вот, ну, скажем так, атаки, это возмездие, это то, что, ну, надо сказать, они, наверное, почувствовали, что он, в конце концов, вот теперь действительно очень шаток, то есть положение его, конечно, он вообще не может даже технически успеть потушить, погасить все те коллапсы, которые просто один за другим у него, вот это все, он даже не знает, куда, наверное, вот удивительно, власть вообще валяется просто буквально на асфальте, и удивительно, что ее пока еще как-то вот россияне не удосуживаются сообразить, чтобы просто поднять с этого асфальта, вот вы говорите, это будет, это вот сигнализирует о том, что они как-то так пробуждаться, там начали критически осмысливать происходящее, ну, знаете ли, долго очень, трудно сказать, что именно думают те, которые сейчас лишились вообще там своих домов и всего в этих городах, наверное, наверное, какие-то, ну, мысли приходят в голову, может быть, даже где-то кто-то и до отчаяния доходит, но у них были целый ряд шансов, в том числе проваленная ими акция «Полдень против Путина», когда я предлагала им вооружиться, как следует, вот, соответствующей экипировкой в разнообразных хозяйственных магазинах, а также все для дома, все для сада, подготовиться, и уж если туда идти, то с понятными целями, то есть свергать этот режим, а не участвовать в балагане и не переступать, тем более порога этих избирательных участков. Ну, вот сейчас у них еще такой период, когда инаугурация вожделенная, вернее, так называемая, потому что это уже нельзя так даже назвать, она только вот запланирована. Ну, большой вопрос, каким образом он собирается вообще добраться до нее, учитывая нагнетающую вот эту вот всю обстановку. Он же не удосужился даже и не подумал ехать туда, где произошло наводнение. Он сказал, или вернее не он, а Песков, что он, дескать, там какую-то руку на пульсе держит. То есть, ну, это вообще неадекватно. То, что он не участвует, никогда не участвовал ни в одних дебатах. То, что он вообще неполноценен как политик, его даже назвать таким нельзя, он просто вожак картеля, как это называется, вот главарь вот этого своего мафиозного, даже не государства, а образования террористического. Вот он привык к тому, что он просто разделяет и властвует, выучивает, причем очень плохо, скверно учит текст, забывает, путается, в последнее время дислексия прочитать не может, не может ударение поставить, ковыряется, спотыкается, злится, фыркает. Вот это то, чем он привык заниматься, а уж точно никак не, никак не действительно как-то вот нуждами российского народа. И тут, знаете, все совпало, еще и амортизация, еще и этот коллапс, который пришел прежде, чем они его предрекали. Его неадекватные совершенно реакции на международные угрозы, на терроризм, который и не скрывает, что он имел эти намерения, но нет, ему хочется назначать виновных на свое усмотрение. Ну, я думаю, что это, конечно, понимаете, можно примеры приводить из творчества Хазанова или Жванецкого, потому что, ну, в принципе, по-хорошему это больше к психиатрам. Это из психиатрической практики. Вот там, наверное, можно черпать, почему кто-то игнорирует реальность до такой степени и позволяет себе это делать, еще рассчитывает заявиться на инаугурацию. У меня, конечно, есть ряд предложений, помимо, так сказать, вот этой вот описанной мной ситуации. Что можно было бы сделать, чтобы она прошла с огоньком? Вот я что хотела сказать. Мария, к сожалению, у нас мы просто ограничены во времени, но вот в рамках четырех минут можно вас попросить прояснить ваше видение в отношении того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах в контексте помощи для нас? Я читаю в эти секунды новое заявление уже от очередного сенатора, конгрессмена, который заявляет о том, что через несколько недель и вот-вот помощь будет. Но веры на самом деле уже нет. У вас есть? Остается еще? Смотрите, помощь в любом случае, безусловно, будет. Дело все в том, что речь же не о том идет, оказывать ее или не оказывать. Речь идет о том, что республиканцы не согласны с тем типом помощи, которая до сих пор с перебоями, проволочками, промедлениями и, кстати, с тенденцией к уменьшению оказывалась эта помощь администрации Байдена в неудовлетворительных размерах. Риторика не соответствует практике. То есть я напомню нашим зрителям, что в Афганистане каждый день Соединенные Штаты тратили в день 300 миллионов долларов, вот хорошо, если в Украину в квартал приходит эта сумма. Поэтому если бы администрация Байдена и он лично сам хотели бы оказать эту помощь, у него полно инструментов, как это сделать. Я, кстати, считала, что у него 4 миллиарда, вот уже проголосованных, даже чуть больше, которые он по непонятным причинам не отдает. Он просто вот по непонятным причинам это не делает. И на прямые вопросы какие-то очень странные ответы звучат, неубедительные. Также там есть еще дополнительные каналы, по которым тоже есть миллиарды, лежащие для Украины, тоже они не идут. И теперь вот все уперлось вот в этот пакет, который предлагает Байден. Со своей стороны республиканцы хотят практику. То есть возвращение, скорее всего, к такому же формату или похожему, как был ленд-лист. Было выступление сенатора Корнина. Это тот, который вносил когда-то ленд-лист, бессрочный. Он вносил ленд-лист без срока действия, то есть до победы. Пока вот Украине нужно, столько и будем, соответственно, снабжать именно оружием. А если я вам напомню, какие объемы поставок шли по ленд-лизу во время Второй мировой войны, когда Рузвельт отправлял союзникам антигитлеровской коалиции, в частности СССР, огромную помощь, невероятную помощь. То есть это тысячи единиц разной техники, тысячи. Ну тут, конечно, все думали, что именно так поступит Байден, но этого не сделал. И к этому были уже настораживающие сигналы, когда как раз-таки они начали вдруг неожиданно голосовать пакетами финансов, в то время как у них как бы безлимитная кредитная карта, и, казалось бы, вот беритесь прямо со складов, вот у Пентагона много, целые законсервированные вот эти квадратные километры в пустынях Аризоны, там Невады, Калифорнии, вот берите тысячи уже практически списанных, их на консервацию еще деньги тратятся, вот эти Атакамс, установки Хаймерс, их просто, ну, огромное количество, и, да, может быть, конечно, они не те новые, которые сейчас происходятся, но и нам вполне бы они были, кстати, и давно, давным-давно бы Украина уже добыла победу, если бы имела это все. Теперь вопрос, что они опять возвращаются, поскольку тому Ленд-Лизу, который вносил сенатор Корнин, было сделано, как я уже сказала, обрезание, причем Чак Шумер его произвел, и он был ограничен 30 сентября 2023 годом, то теперь речь идет о том, чтобы снова вернуться к похожему какому-то формату, и я что бы хотела сказать, сейчас это действительно самое важное, я бы хотела сказать, что во второй раз нам ни в коем случае нельзя упустить свой шанс. То есть я хочу сказать, когда это в конце концов произойдет, то есть в любом случае помощь будет. Вопрос в том, что эта помощь должна быть стопроцентно эффективной, это должна быть современная военная техника, это должны быть дроны, для того, чтобы можно было превосходством техническим побеждать, чтобы можно было беречь людей, чтобы можно было за счет того, что люди далеко находясь, будучи операторами дронов, можно послужить Марию Берлинскую, она великолепно это все рассказывает, можно добиваться удивительных результатов, прогресс действительно колоссальный, разрыв технологический между теми возможностями, которые есть у Соединенных Штатов, и у того, у той рухляди, которую достает, по суцсекам воскребает там из последних сил Путин, он колоссален, поэтому нам важно, чтобы нам шла помощь, конечно, мы всему рады и всему благодарны, но нам нужна современная, такая, которая позволит добыть победу, победить как можно быстрее этого Левиафана, и я, конечно, хочу поблагодарить благодатный огонь, делаю это при каждой возможности, я очень радуюсь большим достижениям, я считаю, что Ахиллесова, пита всей этой путинской преступной военной экономики, это, конечно, НПЗ, надо это продолжать делать, не ослабевая энтузиазм, кириши нефти Оргсинтез, мне кажется, уже большая часть Украины молится, чтобы благодатный огонь сошел именно туда, и мне кажется, вот именно тогда это будет все положено просто на лопатки, это крайняя точка северо-запада, Ленинградская область, оттуда все еще теневым флотом уходит достаточно много через Балтийское море вовне, и также это, конечно, для них очень важно, как нефтепереработка для внутри страны, то есть, если это ляжет, ну, то есть, на лопатке, гидрокрекинг, башня, например, которой абсолютно ее ничем не заменишь, и она, если встанет, то там это на долгие годы, а может быть, навечно, потому что кто же будет им продавать эти компоненты, и, соответственно, вот тогда не будет хватать бензина, чтобы доехать из Питера в Москву, а если постараться, то, мне кажется, упырю, даже не получится заправить весь свой картель, вернее, кортеж, чтобы доехать до так называемой инаугурации. Мария, огромное спасибо вам за этот эфир. Это было без привлечения, бесподобно. Берегите себя, пожалуйста. До скорой встречи. Всего самого доброго. До скорой встречи. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok